Дорогие друзья, всех рады приветствовать у себя на своем канале под названием Мир Биткоина. Сегодня вашему вниманию предлагаю вернуться к проекту под названием Юмириум. Сейчас мы находимся на официальном сайте данного проекта. Если кто помнит, я в принципе снимала уже видео обзор по поводу данного проекта, но так как идет время, выходят новые новости, то в принципе мне захотелось вам напомнить о проекте, рассказать также определенные моменты по поводу данного проекта и также обратить внимание на торговлю токенами. Как вы видите, у нас сейчас идет пресейл, третья фаза, и она заканчивается через 6 дней и 11 часов. По графику мы можем отследить то, что третья фаза у нас уже практически завершается и следующая в принципе идет уже официальная продажа. Также в сегодняшнем видео обзоре мы с вами поговорим и заденем одну из статей, которая у нас опубликована в новостях. Это о том, что у нас Юмериум является в экосистеме, в которой он будет иметь 4 разные роли. И об этих ролях мы с вами поговорим более детально. Хочу напомнить о том, что Юмериум – это у нас платформа для покупки и оплаты видеоигр. То есть самой интересной частью проекта стала возможность добычи криптовалюты во время игры. И идея в том, что при выполнении игровых целей, то есть при получении каких-нибудь достижений, пользователь получает токены, которыми можно будет расплачиваться в системе и которые также имеют свою ценность вне системы. То есть основа проекта заключается в решении проблем, которые связаны с поддержкой разработчиков видеоигр, перевода времени игрока в реальную валюту. Таким образом, основным средством коммеризации внутренних процессов сервиса будет оплата в криптовалюте времени, которую вы проводите в играх. Также хотелось бы обратить еще внимание, тут команда я вам о ней рассказывала, но непременно хочу обратить ваше внимание на рейтинги данного проекта, о том, что они являются довольно-таки высокими. ICO Rated поставил на 4.1 из 5, ICO Marks из 10.9.1 и трек ICO 4.6. То есть, в принципе, как вы видите, рейтинги довольно-таки высокие. Сейчас давайте перейдем на статью, которая была опубликована в новостях и, в принципе, поговорим непременно о экосистеме Юмериума, которая у нас описана таким образом, что она будет разработана в три этапа, в то время как Юмериум будет иметь четыре разные роли в ней. И вот предоставлены нам основные роли. Первое – это то, что Юмериум как драйвер для приобретения и взаимодействия. Далее – это у нас как игровое сообщество с вознаграждениями. Третье – это у нас как платформа крафтфандинг. И четвертое – завершающее – это Юмериум как децентрализованный платежный шлюз. Давайте рассмотрим первый из них. Это у нас Юмериум как драйвер для приобретения и взаимодействия. По картинкам также, в принципе, все у нас видно. То есть, логика проста – игры, которые присоединятся к этой экосистеме, будут распределены пассивным фоном, то есть в Юм. Также, пока игроки играют в игру, они, в принципе, зарабатывают Юмериум токены. Затем игроки могут использовать эти токены для покупки игровых денег. То есть, разработчики игр могут использовать этот Юм для инвестиций в маркетинг, для привлечения игроков. Предназначено это все для создания цикла, который будет расти по мере того, как все большее число разработчиков присоединятся к экосистеме Юмериум. Юмериум как игровое сообщество с вознаграждением – это у нас является вторым показателем. То есть, в этой роли Юмериум будет выступать в качестве онлайн-сообщества. Вот так оно у нас выглядит, в принципе. В котором игроки могут публиковать, просматривать и делиться опытом об играх, в которых они играют. Юм можно будет заработать, просмотрев промо-видео или же просмотрев игры. Разработчики будут мотивировать игроков играть активную роль в онлайн-сообществе. И первоначальные токены будут финансироваться маркетинговым фондом. Третья роль – это у нас Юмериум как платформа crowdfunding. Это займет роль kickstarted. Игры будут финансироваться через платформу. Крафтфандинг будет выполняться в токенах Юм. И успешные компании получат, в принципе, доступ к маркетинговому фонду, чтобы они могли делать маркетинг для запуска игры. И четвертая, в принципе, основная функция. Я считаю, мне кажется, она больше всех понравилась. Это у Юмериум как децентрализованный платежный шлюз. Как упоминалось, в принципе, выше, платежная система будет децентрализована без посредника между сторонами. То есть это уже является довольно-таки хорошо. Разработчики получают свои роялти от существующих платформ. Однако Юмериум делает переход от игрока к разработчику безопасным и мгновенным. То есть помимо Юм будут поддерживаться другие криптотермии, такие как Эзерюм и Биткоин. То есть вы видите, почему мне действительно эта роль понравилась более всех. Но еще хочу отметить то, что она действительно связана, взаимосвязана друг с другом, потому как одно без другого не существует. А вот также можно рассмотреть детали непременно пресейла, основных продаж, какую вы получите бонусную процентную скидку, на каком этапе. И хочу сказать о том, что на приобретение токенов, которые завершающие у нас остаются 3 дня, вы можете получить 10% бонусную скидку, которая заканчивается буквально 10 июля. В принципе, минимум вложений это 0,1 Эзерюм, максимум это 7000 Эзерюм. В принципе, также почитайте о токенах, о токенцели и не пропустите прекрасную возможность приобрести токены данного проекта. Но напоминаю о том, что все инвестиции вы делаете только лишь на свое собственное усмотрение, на свой собственный страх и риск. Мой, в принципе, обзор является рекомендационным и не несет никаких юридических закреплений и наставлений. Поэтому все, что вас интересует, вы можете спрашивать, интересоваться и уже только лишь самостоятельно принимать решения. Также не забывайте отслеживать все новости и события по поводу данного проекта, писать и смотреть сообщения в группе Телеграм, которые также ссылки оставляю у себя под своим видеообзором, для того, чтобы вы смогли самостоятельно зайти и более детально ознакомиться с данным проектом, а также следить и быть в курсе всех событий по поводу данного проекта. Что ж, всем хорошего дня, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok